Мы сразу нарушаете несколько правил. Люди, которые приехали, на моей ответственности. И сегодня человек лежит раненый. Другого на выходе поймал, готовый быть таким. То есть это паритель. На хорошей строительной площадке везде есть инженер по технике безопасности. Кто на стройке работает, знает. Он отвечает за все, что случится. Могут посадить даже, если капитальный исход. Что случилось? Я говорил, когда куда-то идете, где-то опасность какая, обуйтесь. Вот вчера Олег работал, я подошел, здесь нельзя раздушить. Он раздушив работает. И он сразу ни слова не говоря, обгулся. С мужчинами насколько легче работать. Дальше, человек не мастер, берет топор. Я не знаю зачем, чинит его. И под кровать не сунул, а возле кровати. Ходят люди. Кто это сделал? С кровать не надо. Садись, вы имейте ввиду. За твой счет лечить будем. Ну, ногу рассадила. Сейчас надо, чтобы она вышла, она уже прыгает. И это не надо делать. Надо дать, чтобы срослось. Я там показал, что делать и дальше. Это понятно? Ее вина самой в чем заключается? Там кровать и как бы вверх дивана лежит. Матрас такой. Она решила выхлопать. А на нем навалено что? Я кое-что там прятал, она все разбазарила. Думаю, кто приедет и нет крещальной одежды. У меня там одежда Васильевна приготовила на троих. Надо заново посмотреть, прогладить и возьмите за себя это. Это бывает такое. Один не досмотрел, другой не досмотрел. Но не было никогда этого. Я тоже топор беру, но с этой стороны его сунешь, как может дальше. Даже трудно искать. А здесь прям кровать и возле кровати. А топор как гритвый острый. Так понимаете. И человек делал не для себя. Она старалась как лучше сделать. Лежит. Теперь молитесь. Помните ее. Второе. Я сразу предупредил. По деревне не шататься. По одному не ходить. У нас есть враги. Лютые враги. Свирепые враги. Они прямо ждут кого проглотить. И были люди, которые не послушали. Все до одного отпали. Они их сразу отравляют. Там бесовщина. Демонически сильные враги сидят там. Зачем тебе выходить? Я работаю. Тут крапиву корчую. Бежу один из. Женский полк. Вдоль улицы. Остановись. Куда идешь? В воздуху дышать. Первый раз в жизни освещает такое. Это стоящая ноздря Айтена. Которая засасывала весь воздух. Есть кислород. Захватили кто-то. Ей нет. Ясно, что эта площадь из воздуха сидит. Она из этого вакуума вырвалась. И покатилась туда. Ни с кем одна. Чтобы не делить из кем воздух. Это вообще. Шикарно. Учись, Виталий. Я понимаю, как пузырь надулся и ветром катит его. Остановился. Куда? Я предположить не могу. В ту сторону. Поезды не идут в это время. Ну куда? За воздухом гонятся. Ветер дует. Она за ним усыпилась. Это вообще люди отличные. Спортсмены видны. Выговорил я. Вижу, люди идут. Несколько наших сестер. Это разрешается. В ту сторону идут. Может быть, купаться. Иди, пристань к ним. Она слышит и не слышит. Топчется. Потом уж. Хотел взять крапиву. Один раз отстегать, как следует. Для памяти. После этого. Идут две сестри наши. Куда-то идут. Там, где молитвенный зал. Я говорю, иди к ним, пристань. Ну, кажется, сказал. Уже выговорил. И сказал, не будешь слушаться. Я просто отправлю. Говорю, зачем ты приехал-то сюда? Я не знаю. Да вы мне разрешили. Архиерей служит один здесь у нас. Дидион был. А которого диакона рукоположили. Гриша. Он бывший тракторист. Ну, где-то не так. Главное-то подать вовремя. Он не так. Архиерей ему. Да какой же дурак тебе рукополагал. Он говорит. Владимир, так вы меня рукоположили. Он сам себе характеристик выдал. Я точно в таком положении оказался. Так вы меня и разрешили приехать. Стихотворение сейчас прочитаю. Есть свободные дураки. Есть плененные. Так. Немного погодя гляжу. Она уже у колодца стоит. Она и не знает, что это колодец. Кому она зашла? Этих потеряла. Молительников. А одна. Там еще. Гражданка. Она уже захватила ее. Иди там. Выдергни. Из сети. Как выдергнуть не показала. Надо держать разведку. Ничего нет. И шланг отсоединить. Она не знает ни шланга, ни чего. Главное, я тебе сказала. Все. Понимаете? Руководство какое. Ясное дело. Иди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что. Сказка потом говорит. Значит, они были эти родственники там. Я Петер там захватил. А где тех, с кем послал? Туда? Сюда с кем-то. Нет, ее рвет, потому что она любит одиночество. Там такие духовные размышления, чтобы никто не мешал. Я же понимаю тех людей. Она идет непрерывно за ветром месте молитвы творит. Тут еще виновен будешь. Я правильно говорю или нет? Молчат. Значит, не надо этого делать. Не выходить по одному. Никуда не заходить. Разрешается купать. Это вам достаточно. Пятницу. Пятница, пятница. А в субботу у нас костер. Ну не костер, да? Не в эту. Не костер. Через? А? Через неделю. Да, сегодня, на следующий день можно сделать. Что нам тратиться-то куда? Неплохо, если два раза на костре будет. Песнопение будет. Неплохо. Деревенский пригласить. Костер. Вы узнаете, как додевать его. Какая яма. Тут столько роликов про это. Вот просто сказала костер. Я уже возьму. Вот попробуйте сейчас сделаем. А наитни уже не будет. Это все на одному падает. А если работаю здесь, у меня не просыхает. Я найду себе работу. Нет, еще перчатки надену. Буду драть с корнем крапиву. Целый воз. Сказал соседям, которые наше молоко дают. Они уже приехали, увезли. А я выкапаю с корнем. А корень это самая ценность для свиней. Как всегда, корень. Даже вот все корень растет. Корень надо добыть. Так. Это происшествие на сегодняшний день. Давай, Вячеслав. Послушайте стихотворение. Слушайте внимательно. Его надо пересчитать не на один раз. Государство твой враг. Чтоб не врали экранные шлюхи. Но и худшее зло не извне, а всегда изнутри. Государство маньяк, отбирающий хлеб у старухи. Чтобы бросить ей корку и требовать благодари. Но не хлебом единым, движением начальственной брови. Государство командует ей. Отдавай, сыновей. Но убой шагом марш. Государство не может без крови. А не чьей-то чужой и абстрактной. Конкретно твоей. Конкретно твоей. Государство твой враг. Что наглее любого бандита. Ты преступник, коль только посмеешь себя защищать. С деликатностью танка и светлым умом троглодита. Государство всегда отвечает одно. Отлично. Не пущать. Так, троглодит. Знаете, кто это? Пожирает, который все. Кто? Все пожирает, который. Ну, кто он такой? Это придумали, что люди были пещерные. И речь была слабая, сильно волосатая. И только звук. Эй! Ай! Вот такие. Это троглодиты. Это такие у государства служащие. Ну, кто живет здесь в государстве, может подтвердить, сколько раз был обижен. Я могу показать, целые тома написать. Меня арестовали несколько раз. Давай дальше. Чтобы труд не взрастил, чтобы ум и талант не создали, государство придет и наложит когтистую длань. А для самых везучих оно отчеканит медали, бесполезную медью платя за кровавую дань. Государство твой враг, враг безжалостный, жадный, жестокий, воплощение силы, которой не нужно ума. Ненасытная тварь поразит вопиющие соки, чья эмблема не флаг и не герб, а война и тюрьма. Но и это не все. Ему мало и денег, и мяса. Ему души твою и детей твоих вынь да положь, Чтоб гордилась кнутом и оковами рабская масса, Чтоб привыкла с пеленок хлебать ядовитую ложь. Государство твой враг, враг любого, кто мыслит некстати, И чем стивее пафос высоких державных речей, Тем сильнее оно ненавидит того, кто не в стаде, Кто не ждет калачей и плюет на его палачей. И страшнее запретов, страшнее тюрьмы и параши, Пустоглазые толпы, вопящий хором «Ура!» Государство твой враг, оккупанты не могут быть наши, Даже если вчера с твоего они вышли двора. Государство твой враг, твой, какие бы козни и беды, Не чинило соседям оно, понадеясь на куш. Победители, первые жертвы преступной победы, Восстановят руины домов неразваленный душ. И опорой кровавому монстру, что лжив и корыстен, Равно служит продажный подонок и честный дурак. В нашем мире немного простых и незыблемых истин. Кони любят овес, сахар бел, государство твой враг. Вот три истины, которые не оспариваются в мире. Это прямо на основе статьи Александра Исаевича Полженицына «Жить не по лжи». Открыто все сказать. А это кто? Да? Это кто автор? А зачем вам узнать? Надоел я вам тут? Не говорится, какое государство, как, когда, в каком веке. Все охватно показывают здесь. Вот я стихотворная форма буду говорить вам. И притом натолкнулся сегодня на стихотворение, Которого нет нигде, которое уже издается сейчас. Оказывается, у меня три тома, которые в электронной версии, И они не попали туда. Вы сейчас слышите, чем я говорю? Ну, 31-й том, 32-й, 33-й, они у меня в электронной только версии. И поэтому стихотворение, которое там, пошли мимо. Садимся. Вы довольны съездили? Игнатий Тихотович, благодарю вас, что вы одобрали и разрешили нам поехать. Сделали ремонт, пятерка, 55 баллов. Недорого. На этом конец, да? А я ручку еще. Если вы поможете, резину надо, резину хорошую. 30 тысяч, это недорого. Сколько вы будете эту резину-то тянуть? О, если беды быстро поменяем. Так, при дожде можно проехать. Понятно, понятно. 30 тысяч, недорого. Пока обойдемся. И на заход. Так. Спаси Христос всем, всем братьям, всем, которые помогли. Так, скажи, ты с каким чувством вернулся? Благодарность. Пришел ко мне стучит в окно, первый человек. Что тебе там понравилось, не понравилось? Мне не понравилось то, что буквально охота на пчел и на пчеловодов объявлена. А кто? Ну вот сейчас стихотворение было. Ну, понятно. А понравилось то, что, ну, 130 семей, и он радуется, что, ну, более-менее, несмотря на все это, Господь дает благословение ему, у него все там. У тебя замысел какой? Замысел? Ну да, ко мне. Вас еще опросить по поводу всего этого хозяйства, этого автора. То есть я должен идти влюда, о чем он ставит ролик, а я его знаю, этого человека. Геннадий Павлович. Он все вспоминает, как я его качал на качелях. Мне нечто сказать. То, что я расскажу, никто не расскажет. Потому что его мать, Ксения Михайловна, и моя мама, Мария Егоровна, работали вон там, которые в деревьях, ну, рядом, налетели пасеки вместе. Но мама его была старшая. А моя мама, она держала пчел, своих, примерно, 25 колодок было. И дед держал, Егор Ларионович. Так что мед нам и вместе. И о нем выбери фон, где нужно говорить, после ужина сразу отойдем. Так, Сергей, я привез, принес шарика, привез, говорю, привел. Все. Закормить я сам по данному. Садимся за стол. Садимся за стол. Продолжение следует...